Блиин! Ой! Селена Ивановна, ну растаяли вообще! А пипец! Они пипец потаяли что ли? Ты добавишь морозил кузаки? Ну а теперь проверим, что же там на самом деле. Кристина! Тут кусочки смородины реальные! Давайте на Кристинном опыте просто зарубим себе на носу. Та-дам! Лучше бы ты попробовала виноград с моего сада. Да лучше бы ты вообще знаешь чё! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея! И сегодня у нас будут вкусняшки Фикс Прайс! С кем? Со мной! Крис! Меня зовут Крис! Со скромняшкой Крис! Конечно же, я давно уже не снимала с ней видео и знаю, что не снимать видео о вкусняшках, тем более с Фикс Прайс, одно удовольствие! Тем более! Потому что у нас совершенно разные мнения бывают по каким-то вкусняшкам. Вот этот огромный пакет! Ту-ду-ду! И на самом деле здесь много новинок и, честно говоря, я некоторые вещи брала и думаю, ля, вроде их покупала, пробовала, но я не помню их вкус, нравятся они мне или нет. Пришлось брать ещё раз. А вы мне как раз напомните, что я уже показывала, а что нет. Но мне кажется, что здесь всё новинки. И первое, с чего я хочу начать, это точно новинки, по-моему, этого не было. Латте три в одном и какой-то мак-кофе с шоколад. То есть здесь написано вообще пакетик настоящего тёмного шоколада, но в состав этого пакетика входит кофе. А я недавно, Кристинка, была в светофоре и купила эти, как они, шоколад, да? Да, там, да, шоколад растворимый. Растворимый шоколад. И я начала делать кофе, то есть добавлять немного этого шоколада. Это я тебе сказала, что я так уже давно делаю. Да, я начала повторять за Кристиной. Не повторять, но интересно тогда. Немножечко шоколада, немного кофе, молока, то есть получается латте такой шоколадный, но кофе. То есть ты бодришься. Вкусненько. Вкусненько, да. Ну, может быть, оно и есть. Просто прикол, что вот я с сахаром не пью, вот с теми вот добавками кофе. А это просто латте. Слушай, мы, по-моему, брали его уже. Жакей? Да. Мне кажется. Слушай, да нет, ты брала такой огромный, помнишь? Нет, ты такой не брала, Селена. Ты брала именно там пакетированный, поняла? Селена, ты такой не брала. Я просто вижу, что внутри то, что ты брала, такие же маленькие, узкие, но они были по-другому сделаны. Помнишь, такой огромный пакет был? Ты брала огромный пакет. Я не помню. Да, ты брала два года назад или три. Вот, смотрите, вот такой мы сейчас сделаем с кипяточком. Ты вскипела чайник? Жакей. Слушай, ну, Жакей кофе мне сам по себе нравится. Я сделала. Сейчас принесу. Слушай, давай покажем. И второй пакетик вот так. Ой, глянь, как он выглядит. Прилеплено что-то. Слушай, этот должен быть крутой. Да. Дорогу можно с собой взять. Да. Короче, вот пакетик. Вот. Очень круто. А здесь внутри? И отдельно. Подожди, это шикарно. Это шоколадная крошка, что ли? Кажется, что шоколадная крошка. А пока, Кристинка, беги за чайником. Крис, возьми ножницы еще, ножницы. Какой красивый у нас чайник. А кто это подарил? А, да. Открываем. Кто это? Кто это подарил? Ты другой чайник дарила. Это не я, да. Так. В одну мы налили кофе три в одном. Жак ей будем пробовать. А в другой мы насыпем наш. Все отлетает. Селина, насыпать полностью? Не будешь разбавлять? Наливаем, да. Полностью. Насыпаем. Наливаем. Какой-то белый прям вообще. По запаху как растворимый мак-кофе вот эти вот штучки, знаешь? Мне не очень нравится запах. Запах, когда полуфабрикат. Так. Вот этот налили. Вот это, кстати, крошка шоколадная. Ее сверху мы сделаем. Давай сюда теперь наливаем. Знаешь, что мы не взяли? Нет. Ложки. Да все, я убрала. Убрала? Неси ложку. Тут была повисшая бульба. Мама! Несколько этих. Мам! Что? Я слышала? Что? Высыпаем. Все помешали. Высыпаем нашу крошечку, чтобы для пущей верности все это посмотреть. Та-ра-ра. Вы заметили, что я специально к Кристине приехала, чтобы мы сняли у нее на природе. Жалко, птички не поют. Птички все спят, наверное. Машины их разгоняют. Да, они ездят. Вы слышали? Машины разогнали всех птичек, поэтому Кристина будет петь. Нет, нет. На фоне. Ну что, давайте пробовать, Кристина. Давай, ты первая пробуй латте. Я буду пробовать наш горячий шоколад с кофе. Как пакетированный мак-кофе раньше был, знаете. Вкус очень похож. Ну я, как всегда, недовольна этими пакетиками. На, попробуй. Пакетированный в дорогу. Больше напоминает даже не просто в дорогу, а в поезд. Курочку взять, растворить пакетик такой. Кошмар какой-то. Просто ужас вообще. Ты знаешь, вот это тут прям очень вкусно. Прям очень, да? Ну для пакетирования. Я знаю, кому отдать эту коробку. Ну кому очень вкусно прям. Скажи, зачем? Ну будешь пить, как зачем? Было прекрасно эта коробка с кофе. Все отлично. Надо так придираться. Неплохо в дорогу, отлично. Мне вообще не нравится. И в дорогу тоже. Слушай, ты будешь в дорогу брать коробку сахара, коробку кофе? Да. И поехала. Вообще я с тобой в последний раз в дорогу брала прям всю систему свою. Отдельно кофе, отдельно воронку. И делала кофе вручную. Ладно, поехали дальше. Ничего солененького. Так и хочешь, чтобы я не худела. Все сладенькое да сладенькое. Да. Короче. Или чтобы подобрела. В общем, я увидела какие-то такие Сириус Свит сливочный вкус. Смотрите. Та-дам. Ты пробовала? Нет. Ты брала? Нет. Вообще они должны, я чувствую, быть в холодильнике, потому что они какие-то такие чуть растаявшие. Если они будут в холодильнике, они будут вообще классные. Бери голубенькую. Я взяла зеленую. Давай одну на двоих возьмем, попробуем, нет? Шоколадный вкус. Да, прям немножко растаяли. А как ты их везла ко мне? А у тебя сливочный вкус. Нужно было их в холодильник забросить. Как я везла? В машине везла. Так они дома у меня еще стояли без холодильника. Блин. Ой, Селена Ивановна, ну растаяли вообще. О, пипец. Ну мы вкус все равно почувствуем. Смотрите, просто совсем. Блин, ну жалко, это же самый пик, вот эта глазурь вкусная. Нужно же понять, насколько она натуральная. Вафельные конфетки. Вкусно. Надо в холодильник убрать. Короче, вкусные штуки можете брать, только обязательно в холодильник, да? Особенно кто любит натуральный классический вафельный вкус. Сливочный вафельный вкус. Отличный. А у меня шоколадный тоже был вкусный. Просто я не совсем люблю вафли, вот с детства не особо. Но я чувствую, что это очень вкусные. Вот именно вафельные. Вот мама стоит, машет головой. Она любит вафельные конфеты, ей очень нравится. Отобрям с тетей. Вот. Смотри. Он так вот тоже. Даже не может сказать, потому что очень вкусно. Дальше. Так как у нас везде потаявший шоколад, конфеты с какао. Здесь прям такие какие-то ломтики. Но я не видела, не пробовала. Надо попробовать. Ты пробовала, брала? Нет. Оу. Я цены, кстати, напишу, так как я не взяла с собой, цены будут вот здесь внизу где-то, напротив каждой. Очень красиво упакованы. Блин, ну тайшные, тайшные опять. Ну, красивые, смотри какие. Да, конфеты красивые. Жалко не запьем мы этим дерьмовым кофе. Давай ну на двоих реально. Давай. Реально. Давай реально. Первое. Вот это, смотрите, тут больше видимо чего-то добавлено, оно не так течет. Мне кажется, а тебе более натуральный, потому что оно совсем растеклось. Думаешь? Угу. И что тут добавили, чтобы оно не растекалось? Ну, может быть, ничего. Возможно, просто желательно. Вкусные, да? Слушай, ну, ты знаешь, все, что растаявшее, оно намного может быть вкуснее, чем не таявшее. Так же, как и мороженое. Чуть-чуть подтаяло. Угу. Безумно вкусно. И главное, смотрите, растаяло так, что как будто начинка, она отдельно, она более растаявшая. Мне кажется, она и была там начинка. Ну, короче, начинка как-то отдельно, видишь? Более таянная. Очень вкусно. А что есть? Вода или что-нибудь есть? Вкусненько. Ни-чи-ко. 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 В смысле, ну, вон мы поливаем виноград, бери воду. Бери воду для винограда. Крис. У меня всё слиплось. Воды хотела бы! Ля, прикольная штука. Мы устроим потом вечеринку. Так, ты напилась воды? Всё, хватит. Хватит. Класс, Крис. Крис, а можно такой будет шланг на мой день рождения? Мы будем поливать водичкой. А то нет, а то да. Ей же там всё. Давай. Вода в таком шикарном бокале. Вот это я понимаю. Ой. Ого, ты как хотела пить. Мне кажется, Селина очень хотела пить. А ты что думаешь, я тебя обманывала? Тебе хватит? Я не хочу. Ещё пронести, да? Не, потом. Так, поехали дальше. Раз уж мы начали с конфет. Они пипец потаили что ли. Давай в морозилку закинуем. Не, подожди, или они такие тонкие должны быть. Они прям какие-то эти, знаешь, как они? Медальоны. Медальоны. Ничего не видно. Вот так достанет. Как медальоны. Это шанталь, тарталетка, малина. А, ну она должна быть маленькая, как печенька вот здесь вот. Открываем. Кстати, не совсем потайно. Нормально. Да, отлично. Сохранилось всё. Отлично сохранилось. Пробуем. Давай я тебе первая. Чтобы ты потом всё доела. Вот немножко малина. Малина отчётливо. Ну, я чувствую. Ты чувствуешь малину? Ароматизатор малины не чувствую. Да ладно. Ну, сочетание печенья и... А, сейчас, да. В общем, неплохо. Нормально. Прикольно, да? Мне кажется, вот от таких и ожидаешь такое вот. Такое. Нормальное, короче. Ты чё, не любишь такие? Это не твоё? Чё-то ты мало отзыва дала. По-моему, вкусненькая. Вот этот малинка даёт кислиночку очень вкусно. Вкусненькая. Малину слышно очень даже. Да, ты бесчувственный чурбат. Без варенья, короче. Слой. Здесь хороший слой варенья, например, малинового. Кристина что-то потеряла. Вкусовые рецепторы её потеряли. А вот новинка ещё. Что я нашла? Если помните, я давно-давно рекламировала или не рекламировала, я не помню. Офигенные котлетки. Какие котлетки? Я не поняла. Что за котлетки? Не котлетки. Сладкие котлетки? Конфетки, ё-моё. Конфеты. Одни были тёмные, другие были светлые, и я их давала даже своему малому, потому что у них был офигенный состав. Они были сделаны из овсяной, вот, крупа овсяная, пшеничная. Короче, я увидела, что есть похожие такие конфетки и подумала, что их надо попробовать. Смотрите, вот, одни тёмные, и они были в тёмной упаковке. Я брала прям там, не знаю, по два килограмма, по-моему, взяла, а другие светлые. Я хочу сравнить и попробовать, они похожи на те или нет. Ну, здесь как бы уже есть, там не было Е. На, открывай белые. А, так ты пробовала эти, да? Ну, они похожие. Мне кажется, это одно и то же. У меня красный, жёлтый и зелёный. Я кушала у тебя такие, я помню. Я и говорю, вот, я хочу сравнить, такие они или нет. Мне кажется, у тебя такие же. Да, скорее всего, ароматизатор добавлен другой. Я у тебя, может быть, не такой вот этот молочный, знаешь, прям. У тебя шоколада было больше, наверное, по запаху, вот, что я пробовала. Не помню. Ну, нет, они тёмные и светлые. Я у тебя тёмные пробовала. Да. А и светлые у тебя будем. Ну, как? Похоже, да? Мне кажется, тоже самое. Вкусненькие, свежие. Офигительные. Ну, покажи поближе. Видите, какие они? Смотрите. Видите, какие они прикольненькие? Как будто муравьишки. Вообще, прям, заходят невероятно круто. Ну, тоже нужно их держать в холодильнике, потому что они скреплены чем-то таким, что вот сейчас не из-за холодильника, а оно немножко вот так вот отваливается. Называется Пинкли. Пинкли классик. Идеи другие хороши. Чёрная смородина фружеле в глазури. Фружеле. Вот выглядит красиво. Смотри, как красиво. Да? И прямо как будто там целая смородина внутри. Выглядит как фружеле. Выглядит как фружеле. Я... Давай ожидание. Я взяла, потому что я представляю, что там реально внутри насыщенный аромат вот этой чёрной смородины, да? Оно как желе. Прям, может быть, даже прям реально кусочки вот этого вот смородины. Однозначно нет. И сверху тонкий-тонкий шоколад. И оно такое всё ням-ням-ням. Ну, судя по картинке. А тебе как кажется? Я думаю, будет это всё дело подсушено. Не то, что на картинке. В смысле? Но будет тоже неплохо. Возможно, здесь будет, знаешь, вот это, конфетки желе. Помните? Я не помню, как это называется. Желе такие вот. Желейные конфетки. Ну, а теперь проверим, что же там на самом деле. Ну, блин, оно стопудово растаяло, наверное, да? Главное... Смотрите, почти ничего не растаяло. Главное, чтобы там внутри было желе, о котором я говорила. И тогда будет зачёт. А ещё, чтобы оно было вкусное. Пахнет, как шоколадные смородиновые конфеты. Прям смородиновые пахнет? Угу. Ну да, есть чуть-чуть. Смотрите, мои ожидания оправдались. Смотри. Блин, покажи. О, вы видите? Тонкий слой шоколада. Кристина, твой конфет не видно. Тонкий слой шоколада, и вот там куча-куча мармелада. Кристина! Тут кусочки смородины реальные. Видимо, чтобы съесть кусочек смородины, нужно как минимум съесть пол шоколадки. Нет! Нет, я одна уже попалась, а её ещё половину не съела. Одна. У тебя на рисунке, блин, полная конфета. И вот ещё одна. Нет. Хоро, откуси. Я не могу. Я люблю больше шоколад, чисто. Укуси, говорю. Укуси. Там целая смородина, девчонки. Блин, прикольная. И кисленькая. Вообще, да, прикольная. Далее. Далее я Кристинку решила немного удивить. Немного подкислить её сладкую жизнь. Та-дам! Кисло! Кристиночка, ты любишь кисленький мармеладик со вкусом лимона, лайма? Возможно. С желейной начинкой в АБСыпке. Возможно, что люблю, а возможно, что нет. Короче, если у тебя будет кисло, можешь кривиться. Смотрите, как они выглядят. Вот. Я думаю, что сверху это кислая тема, а потом не очень. Давайте на Кристинку посмотрим лучше. Слушайте, да, внутри какая-то, смотри, это сливочная, наверное, начинка беленькая. А что ты не кричишься? Не кривишься. Тесно сказать, я в следующий раз такое не куплю. Почему? Я ощущаю здесь... Химию? Да. Порошок какой-то непонятный. Даже не медикаментозный. Аптечные продукты я люблю, а здесь... Вообще не кисло, чтобы вы понимали. Нет, ну это все на любителя, может быть, кому-то это нравится, но нет. Ну вкус лимона, лайма чуть-чуть есть, но не кисло. Ну кислинка есть, да. Ну такая вообще кислинка. Больше порошок ощущается. Может быть, ты неправильно хранила? Вы картинку видели? Тут же просто кислота-взрыв. Вау. Нифига. Такого нет. А-а. Ну ладно, давайте тогда к полезному. Я взяла вот такие вот овсяные печеньки. Они мне показались мягенькие, они небольшие сами по себе. Овсяные печеньки, они полезные, классические написаны. Ничего вредного тут нет. Откроем да попробуем. Там-там-там-там-там-там-там-там. Ты любишь овсяные печеньки? Если честно, я с детства не люблю. Да ёж моё. Ну почему-то так вот, да. Приехала. Мягкие, я вижу, как ты откусила легко, ничего не скрипело, ничего не отваливалось. Никаких посторонних звуков в моём укусе. Запах уже вот сразу классический овсяный. Овсяное или овсяное, правильно? У него двойное название. Очень мягкое. Как будто любят печеньки овсяные, да? Так рассказывают они? Мне изначально почему они не нравятся? Потому что они... Твёрдые? Ну, были вот, когда мне первое мое печенье. Семь лет. Подарили. Они... Я и зубы чуть не оставила. А как ты думаешь, почему тебе его подарили? Наверное, потому что этому печенью было много лет. На тебе, девочка. Оно подтвердило им. Вот у меня. На тебе, девочка. Дарю тебе печеньку. С тех пор осталось не очень овсяное печенье. Очень вкусное печенье. Не сильно сладкое, не сильно приторное. Реально прикольное. И очень мягкое. Давайте на Кристинном опыте просто зарубим себе на носу. Что никогда, особенно маленьких детей, мы не будем угощать не свежим овсяным печеньем. Не только овсяным. Вообще, в принципе, удивлять какими-то новинками. Останется на всю жизнь. И вообще, что-то не свежее не будем угощать чем-то не свежим. Представляете, какая травма у ребенка? Она лишила себя всех. Я до сих пор не люблю овсяное печенье. Вот до сих пор. Представляете? Оно было очень твердое. Мне дали просто вот. Еще, главное, бантиком красным повязали. Серьезно? Серьезно? Я думала, там что-то... Просто демоны. Демоны какие-то. И зубы остались прямо там. Да. Ну, может быть, я как-то восстановила. Селена, очень вкусное печенье. Большое тебе спасибо. Можно я это оставлю несколько штук? Конечно. Я поем с чаем, попью вернее. Надеюсь, ты не будешь мысленно возвращаться в то место. Будем избавляться от этой фобии. Да. Будешь вспоминать, как я тебе свежие печеньки принесла. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ну, вот и все. Наши вкусняшки закончились. Скажи, пожалуйста, что больше всего тебе понравилось из того, что мы попробовали? Мне понравилось. Это из первого конфеты. Вторые, которые мы пробовали. Какие? Такие вот они, квадратненькие, которые почти не растаяли. Они шоколадные. Тебе тоже не понравились. Квадратненькие. В общем-то, из жидкого. Мне вот второй, который ты растворяла с шоколадом, в общем-то, неплохо. Прям ты думаешь, стоит брать девчонкам? Мне кажется, стоит попробовать. А ты бы взяла еще второй раз? В поездку? Нет. Вот домой взяла бы себе. Несмотря сколько. Несмотря сколько сто. Несмотря сколько сто. Обязательно. Я шучу. В гости гости не ходить. Блин, ну я бы взяла, чтобы оно стояло на всякий случай. Это очень... Ну, дома можно это все варить. Для врагов. Да нет. Ну, дома можно варить чай, делать кофе. А в дорогу, в принципе, растворило все. Я думаю, пусть оно будет. Потому что вы не знаете, в какой день вы поедете и куда. Взял пару пакетиков. И каким говном вас будут кормить. Возможно, что... Ну да, я их никогда не беру. Потому что они отвратительные. Да ладно, но на безрыбье и рак рыба, поэтому взяли. Не, ну на безрыбье, девочки, можно так и сожрать конфетку с пола. Да. Так, еще что? Все? Запомнилось больше всего. Да. Так, а мне... А мне, да, действительно понравились вот эти конфетки вторые классные. Это то, что я могла бы второй раз взять. Ну вот эти тоже, если бы я не знала просто... Неплохие, кстати. Оригинал, оригинальные, которые я пробовала, да? Хотя, может, и те неоригинальные. Просто здесь я увидела Е, а в тех, в которых я брала конфетка, там Е было Е, по-моему. Там вообще три каких-то составных было. А здесь Е ты прочитала, да? А здесь друг... Ну, здесь много составных и еще Е. Ну, как бы Е это неплохо, нам уже кто-то говорил, да? Короче, вот такие вот вкусняшки-новинки. Не помню, что я из этого брала. Мне кажется, что все я взяла первый раз. Пишите, что вы пробовали, что вам понравилось, какие вкусняшки вы офигенно любите. Пишите под видео, обязательно ставьте лайк. Проходите на канал Кристины, тоже ссылка будет под видео. Подписывайтесь на наши каналы, кто еще на нас не подписан. А мы готовим для вас следующее видео. И пока-пока! Пока-пока! Лучше бы ты попробовала виноград с моего сада. Да лучше бы ты вообще знаешь чё! Наставь. Пойдитесь. Иас кольцам,